Салют, друзья, это Солнечный Лос-Антез, и добро пожаловать в GTA Online! Ё-моё, меня уже фейерверками встречают, как давно я здесь не появлялся! А всё потому, что рокстары нас порадовали новеньким обновлением преступной организации! Воу-воу-воу-воу! Вы чё, охренели что ли, пацаны? Так, они... Они убили моего телохранителя, они меня сейчас убьют! А чё я его прострелить-то сзади не мог? А ну иди сюда, мой пулемёт уже готов тебя встречать! А чё, не ожидали такого? Правда не я их убил, а Растик каким-то образом смог взорвать машину! Растик, ты из чего там стреляешь? Это что, новая снайперская винтовка, которую добавили? Господи, менты приехали! Ну, ребят, GTA Online начинается как обычно, ничего нового, перестрелки с игроками, перестрелки с полицией, это всё, конечно, здорово, но... Я сегодня всё-таки собираюсь работать серьёзным человеком! Помимо большого количества новых заданий за байкеров, за всякие доставки товаров, в ночном клубе, в общем, добавили новые задания во все предыдущие задания по факту, но это не главное. Главное это то, что мы можем поработать агентом под прикрытием на ЦРУ. И как-то так совпало, что я уже на полицейской тачке как агент под прикрытием, только есть один момент, у меня три звезды розыска, от которых надо избавиться. А как лучше всего избавляться от звёзд розыска? Правильно, надо себя убить. Прощайте. Ладно, это всё, конечно, здорово и... Какого чёрта мне дали звезду, я только что умер и вышел из полиции? Менты, вы чё, совсем оборзели здесь? Вот мы и на месте. Кто бы знал, что я докачусь до такой жизни после ограблений казино, ограблений острова Кайперика, банков и прочего Будды, которые мы уже с вами награбили. Работать теперь будем на ЦРУ. Я очень жду обновлений с полицейским, его очень не хватает в GTA Online, потому что мы играем за преступных гениев, но хотелось бы и за полицейских побегать. Ну ладно, будем начинать со штаб-квартиры ЦРУ. ЦРУ. Инфигация информации, дачу взяток, получение взяток, торговля наркотиками и оружием, нецелевое использование средств. Погодите, я точно в ЦРУ вступаю? По-моему, я всё это делал и без вступления ЦРУ, без всякой присяги. Поможет мне Бог, да. Твоё молчание принимаю за восторженное согласие. Мои поздравления. Я просто в шоке. Добро пожаловать в ЦРУ, агент. Окей, ну я не поеду на такой машине, агенты ЦРУ не должны передвигаться на такой тачке. Я вызову машину проскошнее. Так, какого-то чёрта механик привёз мою машину вниз. Я что, должен спускаться вниз за своей машиной? Ну ладно, давайте спрыгнем. Ауч. Ударились, конечно, но вот эта машина уже нашего уровня, на которой мы можем передвигаться. Растик там предлагает на той имба-тачке ехать, но нет, я агент ЦРУ. Тачка нужна подобающая. Самое забавное, что мне даже не объяснили, зачем меня принимают в ЦРУ, что я тут должен делать. Меня просто взяли, я дал присягу и всё, не объяснили даже суть дела. Ну ладно, будем разбираться по ситуации тогда. Я так понимаю, нам нужно будет выйти на какого-то крупного бизнесмена или что-то типа такого, который скрывает налоги или проводит какие-то манипуляции. Ну это как я по описаниям до этого читал. Будем разбираться по факту. Нам нужно добраться до San Andreas Avenue. И кстати, друзья, если вы рады возвращению к GTA Online и обновлению, кстати, можете написать в комментариях, если вы уже поиграли с этим обновлением, что оно и как вам, понравилось или нет, буду ждать твоего комментария. И самое главное, не забудь поставить свой лайк, и тогда GTA Online будет выходить почти каждый день, а мы уже на месте. Никуда не торопимся, осматриваем территорию. Даже дверь открыта. Вообще похуй. Взломайте компьютер Мэйсона. Ты получишь удаленный доступ к персональному компьютеру Мэй Даггана из моей команды. Если на нем будет что-то про влияние Дагганов на цены, они это найдут. Ага, значит мы раскрываем какой-то секрет, связанный с ценами на нефти, продукты, газ и все в этом духе. Потому что цены на газ взлетели, как вы знаете, на нефть тоже там манипуляции, махинации можно проводить. Но мы сейчас в чужой квартире, поэтому нельзя шуметь ни в коем случае. Я вижу, кажется, компьютер. Выглядит он роскошно, я бы такой домой себе хотел. Давайте начинать взлом. Благо мы профессиональные хацкеры, это для нас уже не проблема проводить разные взломы. Так что справимся на раз-два. Я вижу на карте две точки. Первая точка, по-моему, отмечает подразделение ЦРУ, а вторая точка была где-то в порту. Слушайте, а нельзя из этой квартиры ничего забрать, я бы ее обшмонал. Смотрите, какие дорогие вещи здесь стоят. Я, конечно, тоже не бедствую, но я думаю, надо сваливать отсюда. Ну, вроде все прошло достаточно тихо, нас никто не запалил в квартире. Теперь нам нужно забрать устройство с баз ФБР. Как раз-таки одна была в штаб-квартире, а вторая на складе с контрабандой. Я думаю, поедем по очереди. Сначала штаб-квартиру в ФБР. ФБР здесь тоже замешано получается. Я всегда знал, что у ЦРУ и ФБР есть какие-то конфликты. И это хорошо, что мы не пошли работать на всякую эту шмаль, типа ФБР, а сразу в ЦРУ отправились. Только кажется, мой начальник мне намекает то, что нам сейчас придется проникать в центр ФБР. Если хотите сказать, что будучи в ЦРУ, мне сейчас придется опять грабить офис ФБР. Мне намекнули, что чтобы без подозрений туда зайти, мне желательно все-таки раздобыть одежду сотрудников ФБР. Ну, или, возможно, каких-нибудь уборщиков, которые там работают. Я думаю, это будет хороший и умный ход, чем просто туда вламываться и шмалять направо и налево. Ага. Ну, это явно не одежда ФБР. Мы, скорее всего, переоденемся в каких-нибудь работяг. Ну, давайте поглядим, что из-за одежки здесь есть. Мне моя одежка, конечно, больше... О, господи, мужик. Ты выглядишь максимально убогой. Ну, мне, видимо, тоже в это дело переяться придется. Мда, только чтобы уважаемым человеком превратилось в какого-то бомжа. Ну, ладно, жаловаться не приходится. Во всяком случае, проникнем туда без каких-либо подозрений. Главное, оружие подальше убрать и особо не шмалять. Открывайте дверь. Здресте! Мне тут сказали, надо прибраться. Кто-то насрал в коридоре. Я сейчас схожу, приберусь, ребят. Пропустите меня только. Плес. Тупо. Спасибо. Вообще без лишних вопросов пропустили. Вижу впереди камера. Она смотрит прямо на меня. А нам, видимо, нужно подняться на верхние этажи. Но проникновение под прикрытием, это всегда интересно. Поехали. Вот так вот и работают секретные спецагенты. Так, по-моему, здесь есть чуваки, с которыми лучше не встречаться. И одежда ремонтника мне тут не поможет, поэтому лучше от них избавиться. Всё, троих замочил. Просто три выстрела, три пуля за одну секунду. Вот так вот работают спецагенты. Там есть ещё два человека. Оп, оп, оп. Да хамон, вы чё такие слоупоки? Всё, я весь этаж зачистил. А нет, ещё не весь. Там ещё есть, ребятки. Нам нужно найти какие-то устройства. Где их искать, я без понятия. Тут есть какая-то комната, но она вроде как закрыта. Это, видимо, комната переговоров. Чёрт побери, мой компаньон спалился. Чёрт побери, подняли тревогу. Ну ё-моё, с кем приходится работать? Теперь мы в розыске. Ладно, медли, теперь нельзя. Всё вышло из-под контроля, хотя я действовал лично идеально. Где устройство-то искать? Тут сканер отпечатков пальцев. Ага, он нашёл устройство. Можно как-то через окно отсюда уйти? Я готов прыгнуть прямо в окно, у меня есть парашют. Откройте мне окно. Может быть, если взорвать его, оно откроется? Так, давайте проверим. Нет, кроме стульев я ничего не взорвал. Ааа, тут ещё один есть. Нам нужно украсть четыре устройства. Получается по два на каждой точке. Ладно, давайте искать. Обшмаляем все комнаты. Всё, нашёл, нашёл устройство. Сваливаем, сваливаем отсюда. Главное, чтобы никто не увидел наши лица, иначе нас разоблачают. Ну блин, будет трудно, конечно, чтобы наши лица здесь не увидели. И зачем мы-то переодевались в эту одежду? Надо будет взять тогда обратно свою одежду, чтобы мы были похожи на агентов ЦРУ. Хотя, с другой стороны, это хорошо, то, что они не знают, что мы из ЦРУ. Иначе бы к ЦРУ как раз-таки было много вопросов. Какого чёрта мы вламываемся в офис ФБР? Логично же? Думаю, что логично. Но вот то, что мы здесь шмаляем федеральных агентов, это, я думаю, не самая лучшая идея. Но надо как-то пробраться к тачке. Чё ты за моей машиной прячешься? Обнаглел, что ли, совсем? Всё, сваливаем отсюда. У нас две звезды. Ух, блин, а интересно, слушайте, напряжённо. Так, там вперёд машины едут, поэтому давайте здесь срежем. Поедем вниз. И будем направляться сразу в сторону порта. Полицейские всё не отстают и не отстают от нас. Мы уже на месте, а там ко мне машина едет. Чё тебе нужно? Возвращайся к себе домой. Ты думаешь, ты сможешь противостоять профессиональной тачке ЦРУ? А такое ты не ожидал, да? Работяги. Ладно, мы приехали в порт. Здесь нам тоже нужно украсть два устройства. Это, кстати говоря, тоже склад ФБР. То есть мы уже грабим ФБР два раза. Ё-моё. А это... А чё со светом? Здесь света нет. Блин, ладно, с фонариком побегаем. У меня есть, конечно, оружие с фонариком, но обычный фонарик вроде выглядит поинтереснее. Судя по всему, устройство должно быть спрятано в какой-то машине, потому что этот склад не очень большой. Так, мой компаньон нашёл устройство. Может быть, второе располагается где-то здесь? Нет, здесь просто компьютер, тут ничего нет. Может быть, на этом складе есть что-то? Так, смотрим. Здесь вроде тоже пусто. В этой темноте фиг что ты увидишь. Так, он нашёл устройство. Оно располагается около этих компьютеров, судя по всему. Всё, забираем. Все четыре устройства у нас. Можем сматываться. Ох, чёрт, а нас тут уже встречают? Ну ничего страшного, ребята. Сейчас я развернусь и преподам вам сюрпризы. Давайте, давайте. Ой, садись быстрее в машинку только, во-первых, да? Здорово, мужик. Я ждал такого сюрприза. Это ЦРУ работает. Да-да, чёрт побери. Мне интересно, почему ЦРУ потребовались такие работники под прикрытием, как мы? Мне кажется, они справились бы с этой задачей гораздо профессиональнее, нежели мы, потому что мы облажались, теперь нас преследует полиция, и мы взорвали уже полгорода, можно считать. Ну ладно, этим агентам виднее. За нами охотятся теперь все ФБР города, они явно не хотят, чтобы эти устройства попали в чужие руки, но они уже попали в чужие руки. И вам нас не догнать. Эти устройства нам нужно доставить куда-то на склад рядом с аэропортом. Почему именно это место? Ладно, я вам просто в лишних задавать не буду. Мне сказали что-то сделать, я это сделал. Здравствуйте, мистер. Вот ваше устройство. Отличная работа, агент. Пусть наши яйцеголовые работают. Я с тобой свяжусь. Да, пусть яйцеголовые работают, настоящие мужики будут выполнять серьёзную работёнку. 52 тысячи заплатили за такую работу, солидные бабки в этом сыроуплате вам скажут. Да, такие задания мне по кайфу. Я правда ничего не понял, зачем мы воровали эти устройства и... Кому не понадобится? Не рассказали ничего, просто дали присягу и отправились на миссию. Видимо, задание настолько засекречено, что нас даже в курс дела не вводят. Но я думаю, по пути мы разберёмся, что к чему. Ведь данные, которые мы украли, их, скорее всего, в скором времени расшифруют и дадут нам новое задание. А вот, кстати, и агент звонит. Пора обсудить операцию. Доставлены тобой сведения подтверждают наши подозрения. Дагганы покупают технику из коллекции конфиската ФБР. В рамках своей стратегии по сдерживанию высокой прибыли. Я так и знал, что они какие-то манипуляции с финансами проводят. Это угроза национальной безопасности. Это угроза США. Мы обязаны с ней разобраться. Но будем это делать уже в следующий раз. Как и покупать новые тачки и так далее. Плюс, я буду дополнительно играть в GTA Online на стримах, поэтому тоже присоединяйтесь. Надеюсь, это видео вам понравилось. За столь долгое время GTA Online возвращается. Ставьте лайки, подписывайтесь. У микрофона был Мистер Кей. Всем удачи и пока.